друзья всем привет сегодня поговорим о канарейках как добиться успеха каких ошибок стоит избегать и в общем как сделать так чтобы все было хорошо я приглашаю вас на чашечку чая у меня уже самовар поспел вот с бараночками чай ну друзья хотелось бы конечно в чайной беседе все это обсудить но если было бы так все просто то не было бы так трудно разводить канареек поговорим подробнее друзья мои уважаемые если вы все проблемы связанные с разведением канареек решались бы вот так в чайной беседе то канареек бы наверное уже было бы много как тараканов тараканов кстати тоже много так вот возьмем к примеру 10 самок 10 самок канареек сейчас перед нами 6 неудачниц а 4 еще попозже я вам покажу и расскажу про 4 вот берем 10 самок из 10 самок стопроцентные неудачницы это 6 самок возьмем каждую сейчас я вам расскажу по порядку о судьбе каждой самочки вот видите на палочке внизу сидит у этой самочки каждый раз как она снесет яичко отваливается хвост она ходит расстроена отказывается от яиц и тем более от птенцов то есть она в развод не подходит следующая самочка вот это вот у нее видите какая высыпалась лысина на затылке и когда она сидит на яйцах у нее мерзнет затылок она уходит в магазин за теплой шапкой и не сидит на яйцах но несется вот эта подруга вот первая такая чайная роза называю ее она несется сидит но она не кормит своих птенцов ведь она даже сейчас стесняется и стыдно она не хочет даже на камеру показаться так следующая вот оранжевая морковная тоже у нее история похожа как и вот они сейчас рядом сидят они две сестры и ведут себя в принципе одинаково тоже несется сидит на яйцах и не выкармливает птенцов затем вот эти две желтые тоже они сестры по разуму вот это первая желтая у нее вот искривленный палец на лапе в камеру по моему не видно в общем один палец искривленный несет она одно яйцо бывает несет два яйца и забывает про свои яйца а вот у меня еще желтая самка есть некоторые говорят желтые лучше но я как-то раньше тоже был убежден что желтые лучше сидят вот эта желтая самка несет яички потом падает в обморок превращается в пушистую пушистую такую птицу несколько дней она приходит в себя под лампочкой и затем ведет такой образ жизни то есть она ест пьет летает но не разводится вот так ведут себя вот так ведут себя 60 процентов самок купленных на рынке на ярмарке где угодно вот и остается у нас 40 процентов самок которые более менее лучше подходят для развода сейчас я с вами отправлюсь в дом где разводятся канарейки и покажу вам одних из лучших канареек которых можно пытаться разводить то есть подведя итог вот этих самочек я вам хочу сказать то что не бойтесь покупать самок берите покупайте когда-то вы на натолкнетесь на хорошую самку и будет у вас счастье если у вас самка не кормит или не сидит или плохо сидит или у нее хвост отваливается меняйте эту самку просто меняйте не надо ее там ждать переживать любить волноваться кормить якобы она когда-то будет хорошая не будет она хорошая никогда вот у меня такая полустая сейчас мы пойдем с вами другим канарейка мы покажем расскажем в общем там еще поговорим о проблемах и о том как добиться успеха перед нами показательные самки поскольку мы разбираем тему как добиться успеха в канароводстве как избежать проблем чего надо бояться до чего не стоит допускать нету здесь категорического конкретного такого ответа там не покупайте то или не делайте так не друзья надо пробовать надо пытаться ошибок не бойтесь благодаря своим ошибкам вы будете добиваться положительных результатов вот у меня одна самка сидит на яйцах вот вы видите сейчас перед ней ее 1 и и 2 выводок она сейчас сидит на третьем выводке у этой самки тоже уже вылупился 3 выводок вот эти самки хорошие матери кормят высиживают вот две самки до 2 самки там в огороде 6 самок было возьмем те 6 самок 60 процентов назовем эти две самки пускай будут 20 процентами вот еще есть одна самка она очень хорошо сидит на на гнезде на гнезде не на яйцах а на гнезде третий месяц она сидит на гнезде немножко ходит летает гуляет но в гнезде у нее сейчас я вам покажу но в гнезде у нее в гнезде ни одного яйца вот просто сидит она и сидит даже хворост убрала видите запасы морковки сделала вот такая самочка так но здесь тоже самочка пока за ней греха я не замечал но ее сестры вот там те вы видите они уже снеслись по 3 кладки эта самка садится на вторую кладку первая кладка были пустые яйца пустые яйца это можно поговорить с самцом но у этого самца ранее были все самки оподотворенные что здесь у них не срослось не знаю сейчас посмотрим на второй на второй кладке посмотрим будем делать выводы и так как же добиться успеха друзья мои в канароводстве вот перед перед вами перед нами хотел сказать успех разведения канареек успеха добиться очень просто благодаря многократным попыткам разведения канареек мы приходим к вот такому результату мы имеем две хорошие самки которые у нас дороже золота и вот такую вот такой десяток молодых хороших с хорошей наследственностью канареек я надеюсь они все будут кто самки будут хорошими самочками хорошими мамашами но самцы будем надеяться будут хорошими певцами я постараюсь обучить их хорошим напевкам но опять-таки каждому канароводу нравятся свои напевки кому-то лесные кому-то синичка кому-то соловей а кто-то говорит то что соловей это брак так что здесь мнение расходятся в общем друзья мои чтобы добиться успеха в канароводстве вам надо совершить не одну ошибку в покупке самок потому что у хорошей самки на лбу не написано и на клюве у нее не нацарапано что она хорошая самка берем пробуем получается оставляем себе не получается передаем эстафету дальше пускай другие набираются опыта и приходят к наилучшим результатам благодарю вас всех за внимание благодарю вас за чай с баранками пойду натирать самовар в надежде что может быть скоро мои подписчики нагрянут ко мне в гости я угощу вас чаем с баранками говорят секрет хорошего чая зависит от хорошо натертого самовара друзья подписываемся на мой канал с меня вкусный чай на травах и баранки всего всем хорошего спасибо за просмотр! Продолжение следует...